Ну, что можно сказать? Еще один кандидат, для которого эти выборы абсолютный дебют, так сказать, анфант и рибль этой предвыборной кампании Ксения Собчак. Для всей страны, конечно же, была абсолютная сенсация, что телеведущая вдруг решила стать президентом в штабе Собчак. Сейчас работает наш корреспондент Максим Драгнев. Максим, добрый вечер. Ну, скажите, каково сейчас в штабе Ксении Анатольевны? Вообще, довольны ли там ее результатом? Здравствуйте, Екатерина. Ну, в штабе Ксении Анатольевны сейчас очень много народу, гостей, журналистов. Сама она пока что не решилась рассказать о своих впечатлениях, хотя вот на пресс-конференции, которая завершилась буквально 20 минут назад, журналисты сообщили ей первые цифры, назвали ей цифру 1,3, 1,6%, которую она набирает на Дальнем Востоке. И, как признала сама Ксения Анатольевна, она и ее штаб, в общем-то, на такие цифры не рассчитывали. Как она сказала, это сильно больше того, на что они рассчитывали. Вообще, эта пресс-конференция была таким вечером признаний. Ксения Собчак призналась, что, к сожалению, оппозиции не удалось выработать какую-то единую позицию на этих выборах, поэтому она решила участвовать. Также она признала то, что большинство людей в России поддерживают Владимира Путина. Еще утром Ксения Собчак проголосовала в Москве, в районе Хамовниках, на избирательном участке в музыкальной школе имени Бетховена. Пришла она туда со своим мужем Максимом Виторганом в сопровождении, кстати, дочери Максима Виторгана от первого брака, Полины. И вот для девушки, для Полины, актрисы, это были первые выборы в ее жизни. Сама же Ксения использовала так называемое спецзаявление о голосовании по месту нахождения. То есть она заранее сообщила ЦИКу о том, во сколько и где будет находиться, и выбрала удобный участок для голосования по месту прописки. Спецзаявление – это такой небольшой документ, это не просто бумага. На этой бумаге есть несколько степеней защиты и спецзнаков. После голосования у Ксении Собчак забрали это спецзаявление. Соответственно, голосовать она больше не может, как она сама призналась. Сделала она это для того, чтобы попробовать систему, и проблем у нее, в общем-то, не возникло. Ну, как я уже говорил, Ксения Анатольевна доволена пока что этим результатом, но подсчитано пока что около трети всех избирательных бюллетеней. Я думаю, мы будем еще включаться, и с каждым часом у Ксении Собчак будет меняться и настроение. Субтитры подогнал «Симон»!